Конечно, ты меня 16 месяцев не звал подкасты записывать, а тут давай, все, завтра погнали записываем. Найдено для игроков. Частично то, что мы хотели, просили, требовали от Николича в первой половине сезона, немножко притворяется в жизни сейчас, может быть, не совсем те самые лица, но, по крайней мере, идеи он начинает пробовать, те, которые мы уже много раз обговаривали до этого. Но у нас, естественно, много новых идей, много новых советов для Николича будет, поэтому пора записывать. Скоро у нас игра с ЦСКА и мой соведущий Александр Малых, привет! Привет тебе, привет всем, кто будет слушать. Заваривайте чай, сколько бы он ни стоил, и, надеюсь, будет интересно. Дома чай обычно бесплатный, не то что на стадионе. Ты был на Тамбове? Я сначала абсолютно не собирался, потом я понял, что мне это нужно, и планировал свой день так, что буду на стадионе, но, к сожалению, в последний момент по рабочим делам все поменялось, и я понял, что не успеваю практически на весь первый тайм, и поэтому решил уже посмотреть вне стадиона. Где ты смотрел, в каких условиях смотрел этот футбол? Дома, бар, работа, мобильное устройство? Диванман, как у нас в чатике любят говорить. Рядом ноутбук и диванный прекрасный просмотр футбол. Я потому что заметил то, что от устройства, на котором смотрел матч с Тамбовым, очень сильно зависит вообще впечатление от матча с Тамбовым. Чем меньше экран, тем хуже было понятно, что происходит на поле. У тебя как с этим было? Ну да, я примерно не представляю, как можно было увидеть мяч на экране смартфона, потому что даже на большом телевизоре это было достаточно прямолематично. Я там даже немножко с этой коррекцией игрался, чтобы хоть как-то понимать происходящее на поле. Вспомним твое игрокское прошлое. В Снегопады часто приходилось играть? Да, фактически московское зимнее первенство всегда начиналось где-то примерно в такую погоду, заснеженную. И всегда это очень мало приятного, если честно, и не особо это похоже на футбол, потому что первые 20 минут ты мучаешься со своим мироощущением, с замерзшими ногами, которые абсолютно не понимают, как этот мяч контролировать, бить и выбивать. Потом, конечно, привыкаешь, но все равно это достаточно тяжело. Я вот даже на прошлой неделе у нас был тур в Ишкинской нашей футбольной лиге. Это тоже было абсолютно неприятно, на мучении, при том, что тогда было минус 10, и вроде как не так холодно даже, как на этих выходных. Но меня больше Снегопад впечатлил, особенно по картинке. Для вратаря есть ли серьезные изменения в игре в такой Снегопад? Я думаю, что абсолютно точно да, потому что слишком по-другому отскакивает мяч, особенно от заснеженного мокрого газона. То есть это даже если дождь опасен, наверное, тем, что мяч скорее ускоряется после отскоков, то Снег может дать вообще абсолютно любой импульс, как немножко остановить отскок мяча, так и ускорить его. Даже в какой-то степени чуть по-другому может отскочить мяч. И все равно вратарь делает очень много мелких движений, стоя на ленточке, пытается поймать свою идеальную позицию. И когда нет абсолютно хорошего контакта с полем, то есть любое микроподсказивание, это все приведет к тому, что большой шанс свечить какую-то ошибку, скользнуться и не оттолкнуться. Вот, по-моему, как раз гол, который ЦСКА забил Хабаровскому, мне показалось, что вратарь немножко подскользнулся, и поэтому не смог нормально вообще выпрыгнуть в лево от себя угол. К ЦСКА чуть позже перейдем. Пока все еще Локомотив и Тамбов. Дальние удары в такую погоду, вот всегда говорят комментаторы, особенно часто, что дальние удары — это очень большое оружие, потому что мяч скользкий, отбивать тяжело и все такое. Мы забивали недальними ударами. У нас фактически только пару раз Краховик приложился, но это было не особо опасно. Что скажешь по этому поводу? Мне вот кажется, что я тоже сразу вспомнил удары Краховика, и они мне все показались достаточно слабыми и не очень вообще акцентированные. Мы знали и видели много ударов Краховика, где он гораздо лучше попадал по мячу. Мне кажется, что это тоже одно из последствий вот этой минусовой погоды и заснеженного поля, замерзших ног в том числе, потому что эти новые найковские мячи, они достаточно сильно дубеют на холоде, и мне кажется, что не так легко нанести хороший, сильный, мощный удар в такую погоду. Но для вратаря действительно, когда идет снегопад, ты не очень хорошо видишь ни момент удара, ни вылет мяча. Поэтому, конечно, если хорошо попасть, то это будет опасно. Но, как мне кажется, это кажется, что вот в такую холодную погоду достаточно сложно забить более чем с 20 метров. В матче ЦСКА вроде уже будет потеплее, поэтому, наверное, все, что было применимо в матче с Тамбовым, к крест ЦСКА уже большого отношения не имеет. Но если бы, если у нас все-таки холода сохранятся, как раз вот ты вспомнил гол дальним ударом, два гола дальним ударом фактически у ЦСКА, которые забиты в ворота СКА Хабаровска, у нас таких даже опасных ударов по воротам Рыжикова, хотя Тамбов запирался в своей штрафной, вообще не было. Это может стать преимуществом для ЦСКА, что у них достаточно большое количество людей могут пробить издали. А вот у нас как-то с этим плоховато. Ну, у нас фактически, если не считать крыховика, то практически нету исполнителей в полузащите, которые могут и умеют и часто практикуют бить с дальней дистанции. В то время, да, действительно, у ЦСКА есть там и Обляков с отличным ударом с левой, и Влашич, который тоже никогда не стесняется. Но вспоминая, наверное, предыдущие матчи с ЦСКА, конечно, тогда и Витинью даже завивалась 30 метров Гильерми, но мне кажется, что в современном футболе это такое не самое большое преимущество. Если опорная зона располагается хорошо, не дает наносить уж слишком опасных ударов из точек а-ля Пабло Дебала в Турии, то не думаю, что это будет каким-то сверхгрозным оружием, которое может хотя бы на бумаге сильно увеличить шанс ЦСКА. Сейчас будет довольно резкий переход, но в конце концов связка найдется. На сборах в Марбелье мы полностью поменяли нашу схему от 4-4-2 с классическими двумя такими форвардами. Мы перешли к 4-1-3-2 или 4-4-2, но с узким ромбом. На самом деле рисунок игры поменялся довольно сильно, довольно сильно поменялись у нас роли футболистов. И вот она, эта самая связь. У нас остался один чистый опорник, и как раз к накрытию дальних ударов он будет иметь прямое отношение. Раньше у нас было побольше футболистов, которые занимались именно защитными действиями перед своей штрафной, и все равно их не хватало. Теперь такой полузащитник вообще всего один — это Максим Мухин, судя по всему. Меня немножко страшит эта ситуация, что у ЦСКА довольно много ударников, а у нас один Максим Мухин будет их пытаться останавливать и накрывать эти самые дальние удары. У тебя как с этим? Я на самом деле не совсем считаю, что в этой схеме у нас прям один опорник. Не очень хорошо, что на прошедших сборов Локомотив не так много играл против команд, которые сильно атакуют позиционно, долго разыгрывают и ищут. Трех матчей с Краснодаром тебе не хватило, что ли? Я, кстати, не уверен, что я смотрел все матчи Краснодара. Мне хватило матчей с Краснодаром в чемпионате России. Там не очень приятно, конечно, было. Но я думаю, что если бы еще пару матчей с Краснодаром от 2, 3 и 4 сыграли, то, возможно, это поменяло бы ситуацию. Но вообще я ввел скорее к тому, что мне кажется, что против ЦСКА будет более оборонительная версия вот этой схемы, где и Крыховик, и второй инсайт. Надеюсь, конечно, что Влад Игнатьев сможет поправиться к игре против ЦСКА. Но, если честно, большие у меня в этом сомнения. Наверное, Даня Куликов номинально основной президент на эту позицию. И вполне возможно, что они действительно будут больше играть в обороне, особенно при позиционных атаках ЦСКА. И вот как раз, когда один человек по центру и двое находятся чуть шире, вот на самом деле самая часто бьющая позиция, она не прям посередине ворот, потому что туда часто выдвигается и центральный защитник, и есть опорник, который накрывает. Самая часто бьющая точка как раз вот с полуфлангов. И я думаю, что скорее Джегеш и его напарник с противоположного фланга будут отвечать за то, чтобы ЦСКА не мог беспрепятственно бить с этих точек. Ну вот у меня и есть большие очень сомнения по этому поводу, потому что побежим в атаку, в свой контроль мяча, где-нибудь там потеряем. Тут же ЦСКА развернет свою контратаку. У них несколько футболистов, которые могут в итоге пробить, как, собственно, это было и в матче с ССКА, когда забивал Ильзат Ахметов, да, у них перехват мяча, очень быстро все побежали вперед и нашли в итоге человека на радиусе штрафной, который и забил. А у нас, ну, Крыховик, очень много по нему споров и вопросов в последние несколько месяцев. В основном, конечно, из-за того, что он мало забивает, но и по возвращению назад, тоже по накрыванию как раз дальних ударов тоже были у меня вопросики по осени. Сейчас посмотрим, как это будет. Тамбов явно не тот соперник, с которым можно делать какие-то выводы. Вот с ЦСКА будет интересно посмотреть, как эта схема 4-4-2 с узким ромбом, когда Крыховик и Влад Игнатьев или кто-то будет вместо него, как они будут действовать в обороне. Макс Мухин, конечно, прекрасен. Макс Мухин, большие ему респекты за то, как он провел сборы и надежды на то, что все у него будет хорошо этой весной. Но, тем не менее, боюсь, что одного Макса Мухина против всей этой Аравы будет не хватать. И поэтому огромная ответственность сложится как раз вот на этих двух центральных полузащитников, которые у нас вроде как должны отвечать и за фланги, и за атаку, и за возвращение в оборону и накрывание дальних ударов. Как тебе в целом вот это вот 4-4-2 с узким ромбом, то, что получалось на сборах, то, что не получалось на сборах, может быть, насколько она подходит нашему составу в текущий момент? Ну вот пока чуть продолжая мысль, я абсолютно согласен с тем, что в этой схеме самая большая ответственность лежит вот на этих двух над опорником. То есть это Гжегаш и Влад, которые проводят просто какой-то фантастический сезон, являясь самым полезным игроком уже, наверное, можно сказать, что это его третья позиция за этот сезон. И в каждой из них он выглядит органично и здорово помогает в обороне и разгоняет атаки и завершает их раз за разом. И я вот, наверное, действительно рассчитываю на эту игровую мудрость и опытность, в том числе Гжегаша, на которую очень будет много ответственности в матче ЦСКА. Именно от того, насколько правильно он распорядится, в том числе, своими силами и ответственностью между обороной и атакой, наверное, это во многом может предопределить исход этого матча. Относительно того, во что Локомотив начинает играть, мне, наверное, достаточно сильно нравится, потому что фактически в этой схеме мы отказались от чистых вингеров. Кой в Локомотиве, как мы с тобой немножко пообсуждали перед записью, вообще уже достаточно давно не было. То у нас Коломейцев, то Фернандеш, то Антон Миранчук, но это все равно не классические игроки фланга, смотри, у нас их не было в стартовом составе, но при этом тот же Камано, это фланговый футболист, тот же Рыбчинский фланговый футболист, тот же Рифаджи Малединов, сейчас десятка, но по своей сути это именно фланговый футболист. В теории они у нас были, но что Сёбин, что Николич предпочитал ставить на фланги футболистов, которые больше смещались в центр, больше создавали плотность именно в центре. И теперь он окончательно изменил схему на такую, где фланги полузащиты в принципе не используются, ни там Криховик налево не уходит, ни Влад Игнатьев направо не уходит, они если идут вперед, они все равно где-то по центру в этих самых полуфлангах максимум. Продолжай. Мне очень понравилось как в этой схеме работает быстрый выход в атаку, особенно когда если идет отбор где-то в середине поля, насколько здорово вот эта пружина по центральной оси развивается, то есть я помню как здорово пару раз на сборок Джегаш отнимал мяч и тут же доставлял там тому же Никите Иосифу и вот 4-5 человек здорово прям по центру убегают в атаку давая несколько вариантов продолжения. В целом мне кажется эта схема сейчас наиболее хорошо отражает текущие способности как раз основных номинальных футболистов и здорово что мы решили ее наиграть и именно опираемся от нее, потому что у нас переизбыток игроков центральных в полузащите не так много опций на фланге и абсолютно прекрасный Дима Рыбчинский которому нашлось место на правом фланге обороны. Ну у меня есть на самом деле вопросы к этой 4-1-3-2 потому что довольно много у нас центральных полузащитников которым я бы доверил место якорного опорника который сейчас занял Максим Мухин сейчас это сам Макс потом поправиться это будет Дмитрий Баринов есть еще Стас Макеев есть и сам Джегош Криховик который абсолютно спокойно мог бы эту роль исполнять в меньшей степени Дани Куликов которому как раз позиция такого центрального полузащитника который в оборону и в атаку наверное более близка чем непосредственно отбирать мячи и отдавать ближнему а вот с позициями других футболистов у меня есть вопрос вот например как раз если брать центрального полузащитника вот эту самую важную роль окей Джегош Криховик к нему вопросов нету опытный парень который может как в оборону так и в атаку с удовольствием побежит внутрь штрафной замыкать с удовольствием понимает как нужно играть позиционно кого страховать и так далее есть Влад Игнатьев который неожиданно открывает в себе способности играть на абсолютно любой позиции и в целом как ты сказал его понимание футбола оно позволяет приносить пользу и эффективно играть на ней я уже сказал про Даню Куликова которому в принципе удобно он умеет уходить из-под прессинга он умеет играть вперед отдавать передачи но уже здесь возникают вопросы потому что подключение Дани Куликова внутрь чужой штрафной это не самая ожидаемая мною вещь не самая скорее всего эффективная если с дальним ударом у него еще плюс минус неплохо где-то да видели мы пару хороших его ударов то все-таки завершение атаки как например тот же Влад Игнатьев делал это в матче с Краснодаром я вообще от него не жду а кто еще вот сейчас сломался Влад Игнатьев дай бог ему здоровья но факт есть факт предположим Даня Куликов не совсем готов кого тогда на эту позицию ставить матч с Тамбовым немножко оттянули Рефата Жамаледдинова и мне кажется это уже достаточно серьезное ослабление для команды получилось вообще я даже насколько помню что в начале сбора пробовали Макса Мухина вот на этой позиции чуть выше не Якорна сначала как ты говоришь Якорного опорника играл Стас Макеев и только после этого они поменялись местами и как раз от Стаса по-моему было самое худшее впечатление на вот этой позиции в Доке потому что он очень сильно свалялся во фланг начинал играть про фактически левого полузащитника и для этой позиции ему не хватает там ни скорости ни еще некоторых качеств и да действительно это было не очень хорошо от Стаса Макеева извини перебью от Стаса Макеева у меня в принципе самые плохие наверное впечатления по сборам не в смысле что прям очень плохо а в смысле что как если брать всех игроков то именно Стас Макеев меня наверное больше всех разочаровал на этих сборов надеюсь я все на его прогресс какой-то явный сильный но вот как-то застопорился он на уровне дебюта своего за локомотив так и не прогрессирует но то что можно было прощать Макееву версии января 2020 версии января 2021 марта 2021 уже как-то не особо прощаются все эти его периодические обрезы недобегания и как-то на одной только цепкости желании бороться биться наверное далеко не уедешь да это на самом деле даже не могу сказать что обида но да любопытно что человек которого я наверное рассматривал как фактически первый бэкап как на роль опорника так и наверное даже на роль центрального защитника сейчас как мне кажется не второй и даже не третья замена в стартовом составе и в одном из контрольных матчей он по-моему даже не вышел в старте номинально второго состава потому что действительно там есть уже молодежь которая его подпирает те же петуховые те же титковые те же не знаю черный который центрального защитника может сыграть они уже как-то подпирают Макеева и выглядят что то что им прощается сейчас они могут хотя бы спрогрессировать вот Стас завис в своей точке и к сожалению никуда дальше не двигается да тут еще и подходящий к составу Дима Баринов и не помню развивал ли кто-то эту мысль но как мне кажется сейчас еще и конкуренция со стороны Мурила потому что я не думаю что человек который больше всех сыграл минут при Марко в он вообще по-моему больше всех сыграл при Марко еще с конца прошлого сезона и учитывая что похоже сейчас номинальная пара центральных защитников Пабло Черлока я думаю что Мурила вполне может рассматриваться и на роль опорника конечно с Затсбургом это было очень отвратительно но Затсбург весь был московский матч против Red Bull весь был отвратительный я думаю не стоит брать в принципе этот матч во внимание там и схема странная и игроки странные и судя по всему психология там очень сильно подкачала но про Мурила в центре поля мы достаточно много говорим это одна из тех идей которую Марко все никак не возьмет на вооружение но советую я тоже советую обратить на это внимание идея в принципе весьма весьма достойная не думал я об этом но вот сейчас почему бы собственно говоря на ЦСКА как раз с Мурилой не попробовать ну наверное Даня Куликов это выбор номер один а выбор номер два да почему бы и нет но опять же Мурила ты имеешь ввиду якорным а Мухин чуть выше нет почему мне нравится Мухин именно как якорный опорник он очень здорово собирает подборы он очень здорово находит свои единоборства как раз то что нужно и потом отдать ближним но в принципе он и из-под прессинга очень здорово выходит в этом плане мне кажется Мухин практически идеальный посмотрим еще как Дима Баринов будет с этим справляться может быть это будет еще эффективнее но мне кажется вот позиция якорного опорника для Мухина это прям вот вообще на сто процентов его а Мурила я вполне верю что он может идти вперед и интересно по крайней мере что-то интересное новое предложить на этой позиции у него вполне себе неплохой первый пас у него вполне себе неплохое движение он частенько любит протащить мяч понимает когда от него нужно избавиться опять же вопросы как он будет действовать у чужой штрафной внутри чужой штрафной но мы просто этого не видели давай посмотрим ну то есть одобряем Марка отправляем смс первый выбор мой все-таки наверное это Даня Куликов если уж Влад Игнатьев не справляется я помню как Даня играл в концовке прошлого сезона это наверное было одно из наиболее светлых мест того состава того локомотива то что он практически не играл на сборах и из-за своего аппендицита место потерял это наверное не должно как-то сильно его позиции понизить видим что он используется его выпускают на замену Марка ему доверяет так что ну наверное все-таки верю в Даню верю что он способен сыграть достойно ну да мне кажется как-то я сейчас это представил мне даже как-то кармически не хочется чтобы один из тех кто здорово отыграл концовку той части которая была достаточно грустной и депрессивной потерял место в составе просто из-за того что у него воспалился аппендицит и как бы вот так оно сложилось что теперь Даня не игрок снова состав я думаю что наверное в какой-то точке зрения футбольный правильно дать ему те несколько шансов которые он вполне заслужил продолжая всю ту тему которую ты говорил про то что этот состав эта схема удобна для этого состава теперь из-за того что у нас нету нет это про десятку сейчас будешь говорить нет я буду говорить про Дмитрия Рыбчинского и Камано в плане того что из-за того что у нас нету ну и про Жемледдинова получается тоже из-за того что у нас нету фланговых полузащитников как таковых у нас Камано уходит на позицию нападающего а Дмитрий Рыбчинский уходит на позицию правого защитника и оба в целом в этих ролях достаточно органично смотрелись в матче с Тамбовом но как это будет в матчах с соперниками более высокого уровня мы не знаем и предсказать это довольно сложно по Рыбчинскому вопросов наверное минимум и я помню что мы предлагали такой вариант на одном из предыдущих подкастов когда мы правда искали скорее левого защитника говорили о том что Рыбчинский вполне может много помогал обороне и вполне может занять конечно мы больше Рефата двигали но Рефат вот раскрылся как дирижер но травма Живоглядова заставила Марка Николича попробовать Рыбчинского на позиции правого защитника и судя по всему выходит очень даже здорово насколько это долгоиграющая история по-твоему я надеюсь что это очень долгоиграющая история потому что ну хвала Диме живоглядывал за то как он за этот год прошедший научился играть в обороне что у него не трясутся ноги когда на него бежит даже игрок Атлетика и Бавария но Альфонсо Дэвис поставил рекорд по количеству обводок за один матч его не побил даже Мбаппе в предыдущей игре с Барселоной ну просто как факт 11 11 обводок за бач продолжать живоглядов Альфонсо Дэвис а потом между ног проверил в втором тайме в чужой штрафной но да я абсолютно был не согласен с теми кто хотел и видел в Диме живоглядову живоглядове извините долгую замену на правом фланге обороны что вот наконец-то мы нашли человека который и в лимит укладывается и наш основной правый защитник на долгие годы вперед у меня эта мысль абсолютно корой была потому что ну в атаке совсем ноль даже вот несколько хороших передач и когда уже кажется что ну вот судя по всему Дима нашел свою игру в атаке следующий матч все чужому все не в попад если вообще доходило дело до атакующих действий даже по матчу с конечно его нужно немножко особенно учитывать но был Мацей Рыбус которого я по-моему в трансляции раза два увидел один из них когда Павло бежал к нему благодарить за отличную подачу с углового и был Дима Рыбчинский который участвовал в абсолютно всех атаках локомотива и вчера там статистику когда увидел что самое большое количество умных пасов это кей пасос наверное получается по-английски но не совсем кей пасос кей пасос это те которые прям приводили к ударам а смарт пасос это просто передачи внутрь штрафной хорошие качественные плюс я насколько понял у него один из максимум по количеству совершенных передач 141 рассказывал что очень много для крайнего защитника 120 у Рыбчинского 106 у Мацей Рыбус я посмотрел но действительно очень большое влияние на игру Рыбчинский оказал и мне кажется что вполне себе Дима может прокачать свою игру в том числе и в обороне достаточно цепкий умеет правильно играть один в один не давать себя ввести тем более он сам отличный дриблер и я думаю что это может быть подспорим для того чтобы просто понимать как против него двигается нападающий что он может какой финт заложить в данный конкретный момент поэтому надеюсь что мы нашли своего карвахали почему-то мне очень показалось что они действительно как-то метафизически похоже двигаются особенно в атакующих действиях и я надеюсь что у Димы все получится и для меня это одна из самых интересных аспектов игры локомотива в возобновившемся сезоне но по Рыбчинскому лично у меня вопросов нету действительно это то что наверное самому Рыбчинскому очень сильно поможет в его карьере если его и не станут двигать вперед то по крайней мере у него теперь есть позиция правозащитника на которой он всегда сможет себя в любой команде российской премьер-лиги пока жив лимит найти вопрос у меня по Камано получается что теперь для него ровно одна позиция на поле и это позиция центрального нападающего и ладно Стамбулом хорошо забил окей но во-первых мы видели замечательную феерию в матче с Ростовом на сборах где он запорол 6-7 явнейших голевых моментов а во-вторых ну честно говоря у меня есть большие опасения по поводу того как Камано будет проявлять себя внутри чужой штрафной против команд которые все-таки не первый раз друг друга увидели на поле а хотя бы немножко знакомы при этом никакой другой позиции хоть и сам Камано в локалик сказал что он может закрыть все 4 позиции в атаке но в центре поля Камано я в принципе не понимаю как это может быть а на позиции десятки опять же ни разу я не видел чтобы Камано отдал хотя бы подобие пасса какие отдают какие отдает Рифаджи Маледдинов но дальше восстанавливается Зелуиш ему 100% нужно будет место в составе и ну у меня все-таки есть желание чтобы Лисакович продолжал играть потому что это нападающий и в него в его прогресс я по крайней мере верю что делать Камано возможно скорее ты прав относительно того что в этой схеме нет для него какой-либо второй позиции кроме центрального нападающего но мне почему-то хочется что и кажется что Локомотив не во всяком случае на данном с Николичем не готов и не собирается играть исключительно по одной схеме мне вот почему-то кажется что есть еще и у нас и другие опции в том числе потому что большинство игроков Локомотива в том числе и с Марко играли и в 4-4-2 и в 4-2-3-1 и в прочее подобие и мне почему-то кажется что Локомотив не во всех оставшихся матчах будет играть вот по этой новой наигранной схеме на сборах но мне нравится в целом как действует Камано на позиции нападающего потому что даже несмотря на то что с Ростовом он не забил ничего в итоге даже ни одного не забил но отрадно же что нападающий вообще имеет такое количество моментов понятно что ну бывает и день такой что ничего не залетает но я вполне вижу как он правильно открывается находит баланс вот на линии между двумя защитниками здорово открывается им за спину правильно начинает двигаться и вовремя ускоряться и в том числе в матче с Тамбовым он дважды нашел вот мяч на дальней штанге и это тоже то чего мы уже три года пытаемся увидеть от Федора есть такой нападающий в Локомотиве который обычно прибегает в штрафную и стоит двумя руками указывающийся себе на ноги дайте мне вот сюда пас 10 секунд я его буду здесь ждать это сборы и это Тамбов но ты же прекрасно понимаешь да что просто люди не понимают незнакомые и игра в обороне требует определенной сыгранности и люди просто ну не готовы были к этому а Ростов там не было подготовки непосредственно к сопернику и не было понимания что Камано может вот так вот играть с забегами за спину Карпину я думаю просто было абсолютно наплевать на тот факт что Иосифов может стартовать куда-то что Камано может быть может стартовать куда-то но теперь когда пойдет российская премьер-лига все-таки в большинстве клубов есть некое подобие аналитической группы которая разбирает и понимает ага вот Камано вот с ним нужно играть уже немножко по-другому и у меня есть ну вот полное впечатление что это игрок которому нужно пространство которому нужна свобода действий а внутри штрафной площади этой свободы у него в любом случае не будет у меня есть очень большие опасения по поводу того что Камано внутри чужой штрафной это ну далеко не Фарфан да который умел находить место для того чтобы мяч к нему все-таки прикатился и он смог его пробить и это точно не Ньесе который продерется это точно не Ндое который корпусом всех оттеснит в итоге ну какие сильные стороны у Камано честно говоря пока большие вопросы у меня с этим Фарфана в каждом выпуске подкаста будем вспоминать пока он не найдет себе новый клуб я же позитивчика добавляю как нам завещал давай брат поэтому действительно много сомнений и мы хорошо помним что даже в локомотиве мы не считаем наверное десяток атакующих игроков которые здорово проявляли себя на сборах а потом ничего не показывали в чемпионате я наверное согласен что номинально на данный момент основная пара нападающих это Зе и Лиз но непонятно когда Зе наконец поправится начнет тренироваться в общей группе и вообще да начнет тренироваться в общей группе локомотива это что-то уже такое абстрактное и непонятное почему-то три человека которые уже должны быть полностью готовы так и не начали не возобновили тренировки не участвовать в контрольных матчах а некоторые возобновили тренировки играют в общей группе но при этом не попадают даже в запас на контрольный матч это про Федора про Федора да и про Антона тоже то и есть в общей группе то его нет в общей группе большие вопросы поэтому на данный момент ну Кумано но есть все шансы проявить себя и как-то застолбить себе место в последующих матчах в атаке надеюсь что у него это получится дай бог и последняя тогда позиция это та самая десятка которую ты мне показывал Рефат Жамлединов который находит себя на позиции под нападающими вовсе даже не фланг обороны не фланг атаки а центр поля под нападающими и внезапно он открывает в себе ну какие-то сумасшедшие диспетчерские качества выдает потрясающие передачи для тебя это сюрприз абсолютно точно да потому что я вообще не ожидал его увидеть даже на этой позиции конечно понимаю что это скорее всего влияние СВ на клуб потому что на этой позиции исключительно обердей в рубине все пытался рассмотреть но и то после неудачных попыток по-моему бросил это и обратно поставил на фланг но Рефат действительно здорово провел себя на сборах и вот мы с тобой пытались найти ему тоже какое-то место на поле новое и все пытались убедить поставить его крайним защитником но на данный момент в десятках получается достаточно хорошо в целом наверное да все то же самое что можно сказать про Камано что на сборах получалось на сборах давали в том числе и время обработать мяч поднять голову отдать пас с этим успешно достаточно Рефат справлялся но опять же не факт что это будет получаться в чемпионате России где куда больше внимание будет к этой позиции к его роли и наверное мне кажется что в локомотиве на данный момент это самая неоднозначная позиция потому что я не вижу в том числе и Антона Мирончака как человека который вот наша десятка на годы вперед потому что потому что через полгода он уйдет потому что почему полгода уже гораздо раньше полгода в декабре было а теперь да сбил меня с моей великолепной мысли и потом все будут говорить что я какую-то чушь несу а на самом деле я же придумал все правильно что в том числе во многих интервью Антон говорил что ему не очень нравится играть вот по нападающему и не очень нравится играть в центре что он себя видит скорее вот на полуфланге где он играл последние наверное года два и провел свой лучший сезон с левой стороны на полуфланге протаскивая мяч в том числе там со своей половины поля из центра до последней трети и мне кажется что эта позиция для локомотива наверное одна из приоритетных для вот нашей селекционной службы и трансформного комитета и это как раз уже разумею и это как раз та мысль тоже которую я хотел подвести если ты говоришь что у нас эта схема она хорошо подходит для нашего состава то если вдруг у Рифата Жамаледдинова окажется что он не такая хорошая десятка как на сборах если вдруг Антон Миранчук так и не поправится а если и поправится то тоже десятка это не самая его удобная позиция то кто следующий то кого мы на этой позиции смотрим Никиту Иосифова мне кажется он пока еще не готов вот при всей опять же при всех восторгах которые были к нему на сборах мне кажется Никита Иосифов не готов для большого футбола наверное в отношении молодых ты тут больше и правильнее все скажешь мне Никита очень понравился на сборах вот этой своей настырностью тем наверное чем зацепил Хвича когда это было два года назад когда он очень здорово вышел в центре и абсолютно не видел перед собой там никаких авторитетов в том числе внутри команды что мог спокойно пойти и обыгрывать черлоку между ног и многие об этом говорили и Никита наверное как-то засталбил за собой место вот этого первого запасного и я абсолютно не удивился когда именно он вышел с тамбом после того как Влад попросил замену Рефат опустился чуть ниже благо соперник позволял пойти на такой небольшой эксперимент чтобы Рефат до этого не играл на этой позиции но чуть разворачивая в обратную сторону мысль если просто посчитать сколько у нас игроков сейчас недоступно для Марка это же ну это прям много минус Федор минус Зе минус Антон непонятно что с Лысом потому что он не принимал участие по-моему в двух последних контрольных матчах сейчас минус еще получается Влад Игнатьев и получается что это вновь те пресловутые травмы которые фактически у меня сейчас почему-то вылетела мысль но я помню что мы считали еще несколько человек и там прям получается что но Баринов это не назвал еще который тоже непонятно готов не готов вроде как тренируется вроде как не тренируется сложно все это Живоглядов Живоглядов безусловно да по Лисаковичу у нас были вопросы после того как он повредил колено и это достаточно сильно уменьшает простор для тренера в который он может расположить своих игроков и я кстати в том числе думаю что возможно благодаря этому у нас и появилась возможность увидеть Дима Рыбчинского справа Рифата десяткой вряд ли бы это наверное даже Камано центральным нападающим вряд ли бы они рассматривались в начале сбора как основные кандидаты на эти позиции но мы это прекрасно видели потому что все сборы на правом фланге провел Дмитрий Живоглядов не то чтобы это было как-то феноменально и только вот из-за травмы сначала попробовали одного потом Рыбчинского туда даже Влад Игнатьев в одном из матчей на сборах вернулся на позицию правого защитника не особо впечатлил и вот только после этого туда поставили Дмитрия Рыбчинского который уже свою позицию не отдал а ведь вызывали на позицию правого защитника Шаркова на сборы а в итоге дали ему сыграть несколько минут на левом фланге и все да на правом по-моему Силиана в той игре да ну в общем да к тому что Марко действительно очень много сочетаний посмотрел на этих сборах в том числе там было 4 или 5 вариаций центральных защитников в том числе и у меня достаточно позитивные мысли просто перед возобновлением сезона мне во всяком случае это интересно это не продолжение биться головой в то что у локомотива никак не получается но вот нет 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 все равно мы будем поэтому такой уровень гибкости то что локомотив готов пробовать своим игрокам новые позиции локомотив готов освоить новую схему готов играть там и с обилием центральных полузащитников и наоборот сыграть чуть пошире наверное меня это подкупает и мне будет интересно за этим понаблюдать в том числе конечно если мы возвращаемся к десятке я буду рад если Никита Иосифов получит игровое время и даже на ошибавшись несколько игр будет первых будет потом прогрессировать это будет классно и для меня это будет интересно надеюсь там все его истории с контрактом правильно разрешаться и все будет хорошо в этом плане потому что я уверен что он тоже хочет остаться в команде особенно после таких удачных сборов согласен с тобой что интересно сейчас наблюдать за локомотивом интересно наблюдать за футболистами на новых позициях и это действительно гораздо симпатичнее чем те 4-4-2 в которые мы бились весь всю прошлую часть сезона абсолютно ничего не получалось но каждый матч Николич говорил о том что это самая удобная для нас схема продолжал выходить и все равно ничегошеньки не получалось просто меня немножко смущает та ситуация что на сборах фактически разделив команду на два состава Николич только эту схему пробовал даже когда менялись футболисты после каких-то замен мы вообще не переходили ни на 4-2-3-1 ни на какие-то другие формации 4-4-2 нет строго 4-1-3-2 узкий ромб вот этот вот даже когда там футболисты ну в принципе не особо понимали что им делать на этих позициях выходили и тупили да там про Берковского сейчас в частности говорю пытались найти позицию он выходил и у него вообще ничего не получалось ни в обороне ни в атаке что-то ему давали мяч он его терял и так далее ну и не только с ним еще с другими футболистами все-таки меня немножко смущает эта ситуация опять же вот чисто по набору футболистов 4-2-3-1 мне кажется для Локомотива ну такая настолько стандартная схема в которой все прекрасно понимают что им нужно делать но ни минуты на сборах мы по 4-2-3-1 не сыграли хотя в 4-2-3-1 и для Рыбчинского и для Камано и для Рефата Жамлединова нашлись бы места при любом наборе здоровых и травмированных футболистов а в 4-1-3-2 я боюсь что вполне может сложиться такая ситуация что все эти трое при выздоровлении не знаю того же Живоглядова вполне может Рыбчинский снова сесть на скамейку и выходить на свои 5 минут в концовках матча насколько я понимаю сезон продолжается тренировки продолжаются я думаю что все-таки бэкап схемы для Локомотива в какой-то степени будет и да вот опять же если бы можно было на это поставить я бы поставил на то что Локомотив не все оставшиеся матчи сыграет по этой схеме окей будем смотреть но я думаю что на ЦСКА мы никаких изменений не ждем изменения точно будут по сравнению с первым кругом потому что судя по всему Локомотива лишь 3 человека из стартового состава на матч первого круга выйдут в основе в это воскресенье или в субботу давай посмотрим суббота 19.00 Локомотив ЦСКА стадион РЖД арена неужели ты не купил ну в смысле не приобрел билеты по своей супер вип подписке ну у меня не вип подписка у меня обычная к ней даже чай бесплатный не идет поэтому да я просто не смотрел в субботу этого воскресенья но я точно планирую быть на стадионе надеюсь что потеплеет и мне прям даже немножко тревожно выполнительно от того что это должен быть матч где юг будет практически забит и наконец-то будет какая-то позитивная атмосфера на стадионе и болельщики будут поддерживать команды и гнать ее вперед на субботу обещают даже плюсовую температуру так что никаких отмазок ну все все в зеленых футболках идем болезнь но я не пойду но я не пойду извините так вот так вот я имел ввиду что схема не будет изменена я думаю на цска 4-1-3-2 и здесь наверное опять же даже нет вопросов плюс-минус по составу с заключением кто заменит Влада Игнатьева насколько он здоров болен и это вот единственная позиция которую нам нужно понять в остальном вроде ну Лисаковича можно обсудить но потому что он с Тамбовом не ахти как сыграл и был первым замененным не по травме но просто вряд ли Иосифова опять же бросят с первых минут на цска как нападающего скорее всего это будет позиция для усиления со скамейки ну нет я не верю что команда Иосифов одновременно будут нашими ну на Ростов нападающими мы на сборах выходили вот на последний матч сборов мы выходили именно с команой Иосифов но это потому что Лисакович был с ушибом и потому что Эдер уже сыграл свой матч ну конечно нельзя же было поменять Эдера поставить это же невозможно я вот скорее бы подумал то что Эдер может выйти в основе вместо Лисаковича но это тема еще на 45 минут дискуссии и просто считай что я заботил всех на комментарии думаю что да нет смысла играть в угадайку единственный вопрос Игнатьев или Куликов остальное должно быть так же как Стамбул ты начал ты начал тему с тем что Локомотива по сравнению с матчем первого круга а он был где-то в конце сентября не так уж много времени прошло это не было прям начало начало сезона когда еще футболистов не было три человека осталось ну три человека скорее всего выйдут на матч против ЦСКА из тех кто выходили в старте тогда в конце сентября что это в принципе в глобальном смысле означает для Локомотива большая огромная перестройка или это просто ну вот такое стечение обстоятельств травмы и все такое если бы не травмы то все было бы точно так же как и тогда я думаю что это какое-то комплексное с одной стороны нельзя ответить на этот вопрос потому что и Локомотив действительно сильно поменялся с того времени в том числе появились новые игроки и как мы уже тоже в начале подкаста связали что например Макеев который оказался абсолютно основным игроком тогда сейчас не видится им и тут дело даже не в перестройке а в том что ну на данный момент как кажется как кажется в Локомотиве есть игроки которые лучше себя проявили за последние пару месяцев и более достойны выйти в обороне если же да по персоналям то получается что эти трое это Гелерми Рибус Черлока тут безальтернативный первый номер вратарь безальтернативный капитан и центральный защитник и безальтернативный Рибус которого ну просто нет в команде второго левого защитника но извини опять же перебью вот ты сейчас назвал эту троицу и мы понимаем что Чурлук это человек заканчивающийся контрактом и не факт что его продлят Рибус это человек которого ну мы достаточно я по крайней мере достаточно долго прошу заменить и вот у него автоматически продлился контракт но в теории я бы все-таки хотел чтобы на следующий сезон у нас на левом краю обороны играл кто-то более активный более сильный более молодой и так далее чем Рибусь ну и Гильерми это вечная тема пора ли не пора ли его менять все-таки возраст берет свое категорически не согласен по Гильерми а остальном да теоретически в следующем сезоне может быть так что даже эти трое не сыграют против ЦСКА теоретически теоретически ты прав но скорее всего вернется Антон если правда не уедет в калере поближе к брату но да в том числе по Владу Игнатьева я так понимаю тоже очень много вопросов его открытое недовольство тем что не продляется контракт оно не может не сказываться в том числе наверное на его какое-то психологическое общественное Влад конечно машина и тоже один из MVP сборов но видно что он очень недоволен сложившейся ситуацией травма еще очень сильно ему не на руку сыграет в этой ситуации если это будет какая-то длительная травма то конечно будет очень обидно за Влада такой сезон провести и не получить в итоге контракт если я думаю сейчас этот травм условно говоря выбьет его до конца сезона матча не так чтобы очень много да у нас март-апрель-май на три месяца вылететь это расплюнуть и все и я думаю контракт тогда уже не предложит я тебе так негативчика добавил так-то я согласен что Влад абсолютно точно заслужил продление контракта и травму не вовремя получил вот что я хотел сказать в матче с Тамбовым абсолютно ненужным бредовым матч получить травму в такой ситуации которая сейчас у Влада это конечно наверное очень обидно обиднее только было Тарасову в последнем матче сборов в сезон Кучука травм получить чтобы мы вылетели и остались и пришлось срочно брать Шушукова извините флешбеки Шушукова от тебя активно поэтому да действительно наверное по именам получается что в локомотиве достаточно большая перестройка она нужна была локомотиву наверное нужна была но я не уверен что Марко на нее так сильно подписывался и не до конца уверен что это тот тренер который должен ее проводить но насколько я помню у нас и по возрасту состав был один из самых высоких в лиге я уже не говорил про лигу чемпионов поэтому посмотрим что из этого получится мне прям я уже в десятый раз это вот скажу вот сейчас наверное один из самых интересных моментов мне прям интересно получать новости из команды мне интересно смотреть на тренировки на матчи как же вот это будет работать потому что я и устал немножко даже вот тех 4-2-3-1 хоть я считаю что это одна из самых оптимальных схем но Марко любит двух нападающих поэтому вот бы у нас еще было два нападающих было бы совсем здорово вот бы еще было нападающие кроме Эдера живой и нетравмированный было бы конечно великолепно но ждем возвращения наших основных номинальных бойцов давай ждем давай коротко наверное про ЦСКА опять же команда только прошла сборы сильно мы много о ней сказать не можем сборы это сборы команда в сезоне это совершенно другая вещь и ты смотрел матч со СКА ты сказал что более-менее внимательно я потому что смотрел его краем глаза и ничего сильно интересного для себя не заметил кроме тех моментов которые я уже говорил про дальние удары мне не очень понравилось как играл ЦСКА но видно было что и погода не располагает к хорошему футболу и газон тоже да на ВТБшке подвел но что-то принципиально нового и интересного и какого-то атакующего я в игре ЦСКА не заметил катали мячик забили дальним ударом в какой-то степени повезло там понятно что ЦСКА тоже не сильно много создавал но не было какого-то огромного разрыва между двумя командами ЦСКА играет в 4 защитника я думаю что против Локомотива тоже выйдет в 4 Магнусон да Дивейк Магнусон да из того что интересно было это то что Чалов не вышел в старте и Обликов не вышел в старте Шкурин был и в середине тройки у них Загоев Влашич Ахметов но судя по всему пока на данный момент все так же основная опасность в атаке от Влашича и очень много мы по-моему перед прошлым каким-то ЦСКА подкастом тоже говорили о том что очень многое будет зависеть от того насколько пойдет не пойдет у Влашича насколько наши ребята смогут его сдерживать мне почему-то кажется что Рандон смотрел историю наших подкастов и мы начинали с того что сделали подкаст перед Тамбовым а следующий подкаст был перед ЦСКА история циклична а зарплата за подкасты мне так и не пришла мне почему-то кажется что Рандон выйдет в старте вот мне кажется что есть такое туганчеренко что когда ему дают какую-то новую блин плохо будет про Рандона игрушку говорить но вот он очень этим воодушевляется я почему-то думаю что Рандон будет в старте вместо Шкурина получается ну да если они наигрывают одинокого нападающего да с формировкой мне конечно беда сегодня уж извините я признаюсь что я стал более внимательно смотреть матч ЦСКА после того как вышел Рандон и честно говоря вот такого Рандона я не боюсь вообще ни секунды то есть от него конечно может что-то залететь в ворота но влияние на игру он у ЦСКА не оказывал вообще никакого то есть ну я вспоминаю как я с Аланаре всегда смеялся а потом он забил нам победный гол вот что-то подобное видимо произойдет и с Рандоном но серьезно вот в той форме в которой сейчас находится Рандон я его вообще не боюсь ну то есть это что-то что может там на отскоке где-то сыграть но например он украл гол у Эджуки потому что Эджуки все сделал здорово забил а Рандон что-то делал в офсайде как раз перекрывал траекторию мяча и из-за этого офсайд получился активным в общем ну я бы не сильно боялся Рандона ЦСКА команда Рандона но Эджуки кстати вот насколько я понял он пропустил практически весь сбор и вышел лишь в концовке матча против СКА то есть вот как раз против него Диме Рыбчинского могло бы быть посложнее и поинтереснее я думаю что локомотив будет плюсом если он не выйдет в старте и пока еще не находится в оптимальной форме в принципе с какими форвардами вот у нас центр защиты это Чурлука и Пабло про Пабло мы особо много не говорили но вкратце если вспоминать как он играл в Бордо как он в принципе какими качествами обладает всегда говорили о том что ему тяжело против быстрых резких нападающих потому что он в целом бежит быстро но с рывками у него беда и как бы условно говоря против Шкурина и Рандона ему скорее всего играть удобно а вот играть против Эджуки ни ему ни Чурлуке по идее да чисто теоретически не так комфортно кстати я еще вспоминаю что про тот подкаст против ЦСКА мы очень хвалили Мурилу и говорили как раз о том что ему легче будет играть как против Эджуки так и это одна из наших главных ударных сил впереди на возможных стандартах потому что ЦСКА тогда был в хорошей форме локомотив и потом небольшой спад и вот ну вообще мы по половину сезона проговорили о том что Мурила наша главная надежда в атаке на стандартах а теперь появился как сказали новое ваше воздушество Пабло ну завис сон в воздухе просто элитно безотносительно вот некоторые вещи можно говорить безотносительно того что мы играли против Тамбола вот это вот выбегание из-за спин защитников и зависание в воздухе на такой высоте это просто элитный класс если он такой будет повторять это будет омега топ вне зависимости от того Тамбов ЦСКА Бавария или кто-либо еще но так Фарфан умел играть не знаю каким образом у него это получалось но находил позицию выбегал из-за защитников и вне зависимости от того какой его рост какой рост у соперников просто подпрыгивал зависал в воздухе и вколачивал Порту ЦСКА или там не знаю Рубин какой-нибудь вообще не важно возвращаемся получается к чему резкость нападающих на самом деле даже в матче с этим самым Тамбовом было пара ситуаций когда ну было ощущение что наши защитники они уступают в скорости игрокам Тамбова там Рыбчинский в одном моменте спасал ситуацию когда добежал и накрыл удар и пара других там ситуаций когда вот вроде как наши защитники проигрывают в скорости а это условный игрок Тамбова который еще вчера где-то в Фонелле не особо впечатлял Эджуки выглядит посерьезнее этих пацанов но если уж они покупают рандона то мне кажется почему-то что ЦСКА больше рассчитывает на Эджуки на фланге а не центральный нападающий мы вообще вроде в концовке этого сезона Эджуки играл центрального просто потому что там был и спад у Чалова и был и в физической плохой форме но я согласен с тем что да при особенно если локомотив будет играть с высокой линией обороны что Пабло Чорлока не самые действительно быстроходные ребята но надеюсь что за счет опыта и чтения игры смогут ликвидировать вот эти вот гэп между резкости и скорости ну и куда побежал Гильерми должен будет явно страховать от забросов в зону между вратарем и центральными защитниками дай бог в принципе я думаю что больше мы про ЦСКА особо ничего сказать не можем потому что только начало сезона не наш матч против Тамбова не их матч против СКА это не показатели какой-то вот силы клуба и тенденции которые так или иначе будут у них в игре что у нас непонятно как мы будем играть против ЦСКА потому что мы играли на заснеженном поле против Тамбова не у ЦСКА непонятно как они будут играть против Локомотива потому что они играли против СКА а это совсем иная степень иная степень сопротивления если у тебя нечего добавить то я предлагаю перейти к нашей традиционной рубрике прогнозы что ты ждешь от этого матча как по-твоему он будет складываться и чем завершится если честно я больше всего жду атмосферы в Черкизово своей наверное собственной радости от присутствия на стадионе все-таки люблю я это дело даже несмотря на плохую погоду вот я прям в каких-то воодушевленных чувствах хочу попасть на студен и хочу чтобы команда сыграла здорово и конечно победила но по прогнозам к сожалению мне кажется что здесь уверенная игра на три исхода кто первый забьет тому явно будет легче как бы это банально не звучало конечно хорошо ждешь закрытой игры с малым количеством мячей или это будет достаточно игра на встречных курсах где и те и другие будут иметь большое количество шансов я думаю что скорее обе я вначале еще сказал что мне кажется что у локомотива будет более оборонительная вариация схемы где Джекош и наверное все-таки Даня Куликов будут все-таки в первую очередь обращать внимание на оборонительные действия и вот тройка атакующих игроков будет в первую очередь отвечать за креатив в атаке и какие-то убегания в контратаке раскрытия после отборов и тому подобное поэтому мне все-таки кажется что это будет низовой матч надеюсь что завершится все-таки в пользу локомотива но не верю в обилие моментов и голевых и голевых действий если подумать о том как локомотив будет забивать ЦСКА какой из вариантов ты видишь наиболее реальным фланговая подача от Рыбчинского с замыканием на дальней штанге стандарт атака по центру с выводом один на один заброс из глубины как думаешь что из этого более вероятно и более может сыграть матч ЦСКА мне кажется что вероятно это какая-то контратака из зоны подключившихся крайних защитников ЦСКА то есть где-то прострел с угла штрафной может быть чуть ближе к лицевой туда идет пас разрезающий пас не успев фавшему добежать вернуться в оборону защитнику ЦСКА и оттуда прострел наверное чуть назад и удар с 11 Краховик забивает ну либо Краховик или Влад Игнатьев если он все-таки долечится и сможет до тут добежать потому что я бы на то что Влад все-таки добежит я бы практически в этом не сомневался думаю что да не так будет много моментов у наших непосредственно форвардов и больше будет зависеть как от центральной зоны ЦСКА так и от центральных полузыщников локомотива я думаю что они будут решать эту игру мне почему-то верится в наши стандарты не только из-за того что приехал Пабло а в целом на сборах очень часто получалось хорошо разыгрывать угловые в основном да со штрафными не так хорошо шло я даже не очень представляю кто у нас сейчас будет бить штрафные если вдруг неожиданно Николай Титков на поле не выйдет я опасаюсь дальних ударов я это уже несколько раз говорил дальние удары ЦСКА это моя какая-то личная боль потому что слишком уж много я их видел за последние лет 10 наверное и сейчас по-прежнему огромное количество ребят у ЦСКА этим дальним ударом обладают а у нас как я уже говорил в опорке только Максим Мухин который за всеми ними вряд ли поспеет я думаю что забито все-таки будет наверное если выражаться терминологией букмекерских контор больше 2,5 мячей скорее всего счет 2-1 в чью пользу я не знаю но вот мне кажется что где-то вот около 2-1 счет будет витать вот какие-то вот такие вот у меня мысли по этой игре но я надеюсь то что вот сейчас я в принципе верю что Локомотив может доминировать над ЦСКА по контролю мяча по количеству созданных моментов мне кажется что у Локомотива это прошел ту планку когда мы выходили на ЦСКА с дрожащими коленками как это было в прошлой игре хоть мы и выиграли тот матч но тем не менее на ту игру мы выходили с позиции аутсайдера и мне казалось что нам нужно вот скорее закрыть ЦСКА и надеяться на контратаке сейчас я думаю что Локомотив в принципе может эту игру вести но как обычно в футболе не бывает гарантий и я думаю что это будет очень близкий матч в котором так или иначе фактор везения фактор судейства фактор каких-то рикошетов каких-то эпизодов один в один будет играть очень значительную роль ну вот 2-1 в ту или иную пользу звучит как лучший вариант на этот матч самый прогнозируемый во всяком случае на этом тогда наверное закончим наши мысли излияния ждем вас всех на стадионе по крайней мере Саша Малых вас всех там ждет а я буду очень рад если вы туда придете верим в победу Локомотива верим в сборы Николича и до встречи не знаю когда но определенно до очень скорой встречи в следующем подкасте перед матчем всем пока всем спасибо всем пока мяч круглый поле ровное но мы победим